Впервые за 22 года в Великобританию с официальным визитом украинский президент Порошенко пробудет в Лондоне два дня, встречается с премьером Таразой Мэй, министрами финансов и иностранных дел, депутатами и бизнесменами. О результатах встречи узнаем у Светланы Чернецкой, она на прямой связи со студией. Свет, здравствуй, расскажи, о чем удалось договориться в Лондоне. Катя, визит президента совпал с очень важными политическими событиями в Лондоне. Парламент согласился с предложением премьера провести досрочные выборы уже через 7 недель. Этому предшествовали жесткие дебаты в Палате общин, где Тереза Мэй сошлась в схватке с лидером оппозиции. Из-за всего происходящего премьер даже чуть опоздала на встречу с президентом Порошенко, но встретила его с улыбкой и пригласила в резиденцию на Даунинг-стрит-10. Предлагаю послушать, как началась встреча двух лидеров. Конечно же мы понимаем, что вы испытываете угрозу со стороны России не только из-за аннексии Крыма, но и из-за действий на востоке Украины. И конечно же мы продолжаем с готовностью поддерживать вас перед лицом этой угрозы, сотрудничая в сфере безопасности и не только. Мы также продолжим настаивать на санкциях до тех пор, пока минские договоренности не будут выполнены в полной мере. Мы поддерживаем ваши реформы. Мы благодарны вам за твердую и надежную позицию в вопросе поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины во время нелегальной аннексии Крыма России и российской агрессии на востоке страны. Мы хотим обсудить наше сотрудничество в сфере безопасности, поскольку это очень важно для нас. Остальная часть разговора прошла за закрытыми дверями. Известно только, что украинская делегация приехала не с пустыми руками, а с рядом проектов в сферах безопасности, экономики и военного сотрудничества. Также президент пригласил премьера посетить Украину в любое удобное для нее время. Я могу подтвердить, что премьер-министр запропонувала, чтобы Британия брала участие в целой низкой программе реформ. Мы проговорили в споопрации в имплементации судовой реформы с руководством британских руководителей, британского досвиду. Подняли вопросы визовой либерализации для украинских граждан. А с Даунинг-стрит-10 Порошенко отправился в соседнее здание, в форин-офис. Здесь состоялась встреча с министром иностранных дел Борисом Джонсоном. Он один из главных адвокатов Украины в Европейском Союзе. Также президент посетил британский парламент, где пообщался с представителями группы депутатов по связям с Украиной. И выступил в Королевском международном институте Chatham House, где много говорил о российской агрессии. И, конечно же, напомнил в Великобритании, что она является одним из гарантов Будапештского меморандума, согласно которому Украина отказалась от третьего в мире по потенциалу ядерного запаса в обмен на обещание безопасности. Что в результате оказалось гарантией только на бумаге. Для нас важно сохранение санкций против России. Не верьте тем, кто утверждает, что санкции ничего не дали. Самое главное, это меньше убитых украинцев. И это уже результат. Если бы не санкции и новая украинская армия, российские танки стояли бы значительно дальше, в Европе. Все агрессоры мира должны знать, они будут отвечать за свои преступления. Накануне глава государства отужинал с представителями британского бизнеса. Он говорил о привлекательном инвестиционном климате в стране, проинформировал о ходе реформ, в общем, призывал вести бизнес в Украине. И, в пример, привел успешное сотрудничество британской компании Doty Propelos с нашим авиастроительным концерном Антонов по созданию Ан-132D. То есть, как видишь, Катя, визит был довольно насыщенным. Спасибо, Света. Это была Светлана Чернецкая из Лондона, где глава украинского государства встречался с премьером Соединенного Королевства.